Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford and Russia. Manchester United одержал очень важную победу на St. Mary's со счетом 1-0. Единственный гол забил Ромело Лукако. В сегодняшнем выпуске мы поговорим именно о том, как этот матч складывался и почему же нам было так тяжело. И так как мы уже отметили, Southampton, в нашем приеме мы это отмечали, Southampton является очень неудобным соперником для нас. И в прошлом году на St. Mary's мы сыграли со счетом 0-0. Мы страдали там и при Луи Ван Галлии, и при Дэвиде Моэси. В этот раз тоже получилось непросто, хоть Manchester United забил достаточно быстрый гол уже на 20-й минуте. Однако прежде чем разбирать все эти опасные моменты, давайте обратимся к стартовому составу, который в общем-то получился точно такой же, как и в матче недельной давности против Эвертона. В воротах вышел Давид Дехея, Валенсия, Баи, Джонс и Эшли Янг вышли в стартовом составе. Янг, кстати, появился второй раз в английской премьер-лиге подряд. Также он сыграл с Базилем. И Янг, в принципе, играет достаточно неплохо. Но единственное, что лично я увидел, он снова лишает нас какого-то преимущества на левой бровке. Он меньше подключается к атакам, чем Дейли Блинт, хоть и он и сделал опять голевую передачу. Маттич и Филыни ожидаемо вышли в центре полузащиты. Матта, Мхитарян, Решфорд вышли под нападающим, которого, разумеется, играл Ромело Лукаку. Никаких абсолютных изменений не было по сравнению, как я уже упомянул, матча с Эвертоном. Жозе верит в свой состав. Лично я ожидаю, теперь уже ожидаю, Эреру в матче против ЦСКА. Потому что, на мой взгляд, Баск это тот человек, который жизненно необходим вот такому Манчестер Юнайтед, который обороняется, обороняется, обороняется. Вот весь второй тайм мы провели очень и очень глубоко. Давайте взглянем на усредненные позиции в течение всего матча. Картиночка на ваших экранах. Что мы здесь отмечаем? Мы отмечаем, что Ромело Лукаку, как Джонс и Баи, очень и очень сильно оторваны от команды. В остальном команда сыграла достаточно компактно. Обратите внимание на позицию Маркуса Решфорда. По сути, левый нападающий играл практически левого центрального полузащитника. И это в очередной раз говорит о том, что Саутгемптон не давал нам играть в свою игру. Было достаточно непросто даже в первом тайме. Однако свои шансы мы создавали. И во многом вот эти позиции, да, то, что Джонс и Баи находятся близко очень к своим воротам, во многом из-за того, что нам приходилось во втором тайме обороняться. Но я обращу ваше внимание на среднюю позицию матча Ромело Лукаку. Она находится достаточно высоко, при том, что второй тайм команда оборонялась. Это как раз то, о чем говорил Жозе, когда его спрашивали, ну, что неважно, забивает Лукаку или нет. Он помогает очень много нам в командной игре. И вот эта его позиция обусловлена тем, что он постоянно прессинговал. Да, он был оторван от команды во втором тайме, провел его на голодном пайке. Однако вот тот единственный шанс, который у него был в первом тайме, по сути, он его использовал. И плюс он постоянно прессинговал защитников. Не давал им спокойно отдавать первый пас. Не давал спокойно начинать атаки. Хотя, ну, на мой взгляд, надо было прессинговать не защитников. То есть, да, и Йосида, и Хейт, они могли начинать атаку, но был один футболист в центре. Один единственный, это Лимина, через которого шла абсолютно вся игра во втором тайме. Вот кого надо было закрыть, вот на кого надо было давить, вот кто разгонял, раскидывал все атаки Саутгемптона, как в первом тайме, так и во втором. Он здорово помогал в защите, он здорово подключался в атаку. Лимина сыграл классического бокс-то-бокс в этом матче и сыграл очень-очень здорово. Вот именно потому, что, на мой взгляд, именно поэтому, потому что мы не доглядели за ним, именно поэтому у нас возникли такие большие проблемы. Так или иначе, Манчестер Юнайтед забил свой мяч, забил его Ромелу Лукаку, который уже на протяжении 8 стартовых игр в составе Манчестер Юнайтед забил 8 голов и превзошел, например, по-моему, он сравнялся с Луиса по этому показателю, превзошел таких ребят, как Ван Нистлору, Ван Перси. Но на самом деле Лукаку проводит выдающийся отрезок сейчас, главное, чтобы он не сдал в своей стабильности, главное, чтобы не загнал его Жозаму Риню вот этими вот, ну, как бы, голами забитыми, что ли, или той работой, которую он должен делать. Потому что, по сути, пока Златан не вернулся, на смену Лукаку у нас никого нету, и у нас грядут большие матчи. Давайте теперь про гол поговорим, который, в общем-то, является заслугой не только Эшли Янга, который здорово обыграл, безусловно, своего оппонента на фланге. Это является еще заслугой Ромелу Лукаку, которую мы с вами отметим. Давайте же разберемся в том, как развивалась эта ситуация. Итак, вот первая картинка. По сути, Янг здесь является единственным вариантом для продолжения атаки. И Решфорд, и Филейни, и Лукаку, и даже Хуан Мата пришли в штрафную площадку соперника и нагнетают там, создают давление. Все сосредоточены на них, однако, ну, вот Мхитарян играет на Янга, однако обратите внимание на свободную зону. Какой большущий разрыв между линиями у Саудгемптона. И в эту зону почему-то никто не открывается, хотя, по сути, там должен быть Хуан Мата или Геннер Хитарян. Но поскольку Армянин с мячом, в этой зоне обязан находиться Хуан. Что ему делать там в штрафной площади? Ну, разве что замыкать дальнюю штангу. Разве что это входит в обязанности Хуана, когда он приходит в штрафную площадку. Следующий момент этой же атаки. Девять игроков обороняющихся. Девять. И вот здесь, обратите внимание на Ромелу Лукаку. Мы вот не заметили, этого не было видно во время трансляции. Заметили только во время повтора. Ромелу Лукаку очень плотно опекаем сейчас Хюйтом. И что делает Лукаку? Он формер больших габаритов. Он старается освободиться от этой опеки, от этого давления. И вот здесь, на этом моменте, конкретно видно, что Лукаку отпихивает Хюйта двумя руками. Как мы это поняли, вот вам следующая картинка. Видите, какое расстояние? Вот такого расстояния нельзя давать Лукаку. Нельзя давать свободного пространства для маневра. И, по сути, Лукаку здесь единственный человек, который имеет это пространство. Филуини полностью прикрыт. Решфорд полностью прикрыт. Янг отвоевал себе кусочек свободного пространства. И секунду времени для того, чтобы сделать навес, Ромелу Лукаку именно в ту же секунду отлепился от своего визави, чтобы пробить поворотом. Да, у него не получилось поразить цель с первого удара. Но со второй попытки Бельгиец прекрасно справился. И на 20-й минуте сделал счет 1-0 в пользу Красных Дьяволов. Однако второй тайм... Ну, до второго тайма мы тоже должны были забивать. И были достаточно хорошие моменты, о которых мы поговорим чуть попозже. И сейчас давайте про второй тайм. Второй тайм полностью команда провела в обороне. Команда оборонялась большей частью на своей половине поля. Потому что, как я уже говорил, Лемина раскидывал эти мячи в центре поля с такой скоростью. И с такой грацией, надо сказать. Что, ну, вот нам бы пригодился такой игрок в отсутствии поля Пагба сейчас. Лемина сыграл порядка 30 матчей в Ювентусе в прошлом сезоне. И, ну, на самом деле, это игрок достаточно хороших качеств. И если он здорово себя покажет, я не думаю, что он задержится в Саутгемптоне надолго. Хоть святые и хорошая команда, но все-таки Лемина, мне кажется, в перспективе своей достоин гораздо большего. Итак, второй тайм. И сколько ударов было по воротам у Манчестер Юнайтед и у Саутгемптона. Давайте взглянем на карту. Очень быстро. Мы видим всего три удара по воротам. Не обязательно все они были в створ. Мы знаем, что Эреро провазал. Мы знаем, что Лукако также не попал по воротам. Но, по сути, вот она картина, которая олицетворяет весь второй тайм. Девять ударов у Саутгемптона и всего три у Манчестер Юнайтед. При этом в этих девяти ударах Саутгемптона, посмотрите, из каких они зонных наносились. То есть достаточно близко все это было. Было все достаточно опасно. У Давида Дехея была работа. Еще больше работы было у наших защитников. Одним из которых стал, безусловно, Фил Джонс. Но про него мы поговорим давайте чуточку попозже. Я хочу закончить репортаж на хорошей, достаточно веселой ноте о Филе Джонсе. Во многом, почему игра не получилась у Манчестер Юнайтед такой, как она получалась. Против Свонси, Лестера, Вестхема, Базеля. Во многом, ну так скажем, благодаря Генриху Мхитаряну. Потому что очень со многими людьми я разговариваю в последнее время. И многие мне говорят, что ну вот Генрих вроде бы создает опасность. Делает голевые передачи. Забил гол в матче с Эвертоном. Но он ведь может играть лучше. И на самом деле, пересмотрев некоторые моменты, я действительно понял и согласился с этими людьми, что Генрих в некоторых ситуациях принимает неверные решения. Неочевидные. Точнее наоборот, он принимает самые очевидные решения в этих ситуациях. О чем я говорю. Вот вам один пример из этой игры. Я согласен, что может быть один это маловато. Но если захотите, давайте так. Если захотите, пишите в комментариях. Я поищу еще в этом сезоне моменты неверного принятия решений Генрихом Хитаряном. Вот, пожалуйста, вам момент, когда Генрих отвоевал мяч и устремляется в атаку. Ну, потенциально голевую атаку. Потому что у МГУ здесь есть численные преимущества. У него есть три варианта развития атаки. Лукаку справа, Решфорд слева и пройти самому. Кроме этого, обратите внимание, что там еще сзади набегает Эрера. И его опекун показывает, что держите Лукаку. Самый очевидный вариант продолжения атаки здесь это Ромелу Лукаку. Однако Генрих выбирает подождать. Немножко помедлить. Что, в принципе, здорово достаточно. И мы получаем с вами вот такую вот ситуацию. Смотрите, все три игрока смотрят в сторону Ромелу Лукаку. Никто не играет абсолютно с Маркусом Решфордом. Который со своей-то скоростью может запросто оказаться вот в этой громаднейшей свободной зоне за спиной защитников. Однако Мхитарян вот здесь выбирает самый очевидный вариант. Вариант, который все смотрят и в том числе он. То есть три игрока, включая вратаря, включая игрока, который бежит сзади с Андером Эрера. Все сфокусированы на Ромелу Лукаку. Решфорд абсолютно один. Да, ему пас и Маркус либо решил бы этот момент сам, либо разыграл бы с Лукаку или с тем же Мхитарианом или с Эрерой. И вот в результате что у нас получается. Здесь мяч уже у Лукаку. Лукаку это форвард, я согласен. Форвард всегда нацелен на ворота и бьет по ним. Но обратите внимание, что у нее численные преимущества и громаднейшая свободная зона, в которой есть и Решфорд, и Эрера, и Мхитариан не так близко к сопернику находятся. Точнее соперники не так близко к нему. То есть 3 в 2 по сути, 3 в 2 выход. И здесь надо разыгрывать. Потому что один из трех игроков при двух оппонентах постоянно будет свободен. И вот такие моменты надо решать. Если бы это был второй гол, это 36-ая минута встречи. Все. По сути игра сделана. Саутгемптон бы с 2-0 точно не отыгрался. А при 1-0 оставались такие шансы у подопечных Мурисио Пелегрино, который здорово подготовил свою команду. Который хорошо разыграл Козыри. Даже несмотря на то, что Жозе поменял схему. Давайте мы посмотрим, какие были замены. Так, с поля ушли Мата, ожидаемо. Мхитарян, ожидаемо. Потому что оба по сути в этой игре... Но Мхитарян еще как-то участвовал. Мата совершенно выпал из игры. И вышли Андер Эрера и Крис Смоллинг. Что происходит с выходом Криса Смоллинга? Он идет вот сюда. Он идет вот сюда. Третьим защитником. Соответственно Янг. Валенсия двигается чуть-чуть ближе сюда. И Филлени уходит вторым форвардом к Лукаку. Даже третьим. Третьим по сути. И Решфорд смещается тоже в нападение. Таким образом, бои Смоллинг и Джонс в защите. Валенсия, Матич. Вот здесь Эрера. Эрера, да. Эрера и Янг в полузащите. И тройка нападения. Лукаку, Филлени и Решфорд. Но это, как вам сказать, 3-5-2, 3-4-3 или же там, да, 3-4-1-2. Но по сути пять защитников. Пять защитников плюс Эрера, плюс Матич. Это оборонительная схема. Мы оборонялись против Саутгемптона. И ключевым звеном в этой обороне стал никто иной, как Филл Джонс. И в этом сезоне, на самом деле, я вспоминаю слова Сыра Алекса Фергюсона. Когда Филл Джонс, помните, приходил к нам из Блэкберна. Он говорил то, что этот человек может стать капитаном Юнайтед. Этот человек может стать невероятным защитником. Единственная проблема, это то, что Филл Джонс недостаточно стабилен был тогда. И в стабильности ему трудно было прибавить. Потому что, как только он выходил на определенный уровень, травма. И он опять был нестабилен. Опять травма, опять нестабильность. Разные партнеры в центре обороны. В этом сезоне пока что, не дай бог, чтобы не сглазить, Джонс показывает именно тот уровень футбола, который мы от него ждем. Это борьба, это опережения, перехваты, подборы, верховые единоборства. Причем этот защитник достаточно смелый и бесстрашный, несмотря на все те травмы, которые он получил. Вот вам статистика Филла Джонса в этой встрече. Он выиграл 16 единоборств из 18. То есть, по сути, только 2 в течение матча проиграл. 7 верховых дуэлей из 8. 4 отбора из 5. Всего 2 потери. И 9 подборов. По сути, эти цифры говорят, они почти идеальны для центрального защитника. И Филл Джонс по праву может быть признан игроком матча, что и случилось. Ну и, конечно же, он нам подарил определенный момент, который меня лично позабавил. И я вспомнил другую, другие мемы все с этим. С Филлом Джонсом много мемов. И вот этот момент против Редмонда, когда там судья в итоге свистнул фолл в сторону Саутгемптона. Да, ну то есть Манчестер Юнайтед пробивал фолл. Фолла там не было. Давайте так. Филл Джонс просто запутался как-то в своих ногах. Может быть, Редмонд его там и дернул сначала. Но мне это напомнило момент, когда Джонс выбивал головой мяч из-под ног Оливье Жеру. В сезоне, по-моему, втором сезоне Лои Вангала. Очень забавный был момент. Очень много мемов после этого. Я думаю, что после вчерашнего матча тоже будет очень много мемов, посвященных Филлу Джонсу. Которого мы поздравляем с тем, что он выходит на определенный уровень. Желаем ему здоровья и устойчивости. Следующий матч у Манчестер Юнайтед против ЦСКА. В английской футбольной премьер-лиге мы будем играть против Кристал Пелос. Таблица турнирная выглядит следующим образом. У нас по-прежнему одинаковое количество очков с Манчестер Сити. Однако горожане обыграли тот самый Кристал Пелос со счетом 5-0. И по разнице забитых и пропущенных мячей нас опережают. Ничего страшного, друзья. Главное по очкам пока что от них не отставать. Потому что все можно будет решить в итоге в очном противостоянии. Которое состоится очень скоро. Большие игры еще впереди для Манчестер Юнайтед. И мы будем обязательно болеть. Следующий матч, как я уже сказал, состоится в среду на ЦСКА арене. Все приходите. Кто успел купить билеты. Кто не успел, ничего страшного. Мы сделаем специальный репортаж со стадиона. Вы сможете почувствовать хотя бы какую-то толику той атмосферы, которая будет. Все билеты абсолютно проданы. И я уверен, что на стадионе будет аншлаг. Не в последнюю очередь из-за Манчестер Юнайтед. И точно не в последнюю очередь из-за Генриха Мхитаряна. Которого, я уверен, придут поддержать очень-очень много армянских болельщиков, российских болельщиков. Ну и в принципе других болельщиков со всего земного шара придут поддержать Манчестер Юнайтед. Оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Делитесь ссылкой с друзьями везде, где возможно, чтобы нас становилось еще больше и больше. У меня же на этом все. До новых встреч. С вами был Алексей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok